Январь, как всегда, начался с вручения важных премий «Золотой глобус» и «Критик Чойс Авордс». Поэтому возвращаемся в нашу привычную среду обитания, на красные дорожки, и рассказываем все подробности. 5 января Голливудская ассоциация иностранной прессы вручила свои награды за лучшие фильмы, телешоу и спектакли прошлого года на 77-й ежегодной премии «Золотой глобус». Она не только традиционно начинает призовой сезон, но и имеет особый, неформальный и непредсказуемый характер. В этом году среди главных победителей вечера – Тарантино, который получил статуэтку за лучший сценарий. Его фильм заслужил звание лучшего фильма в жанрах комедии или мюзикл, а Брэда Пита выделили как лучшего актера второго плана. Звание лучшего режиссера присвоили Сэму Мендесу, а сам фильм 1917 стал лучшим фильмом в жанре драма. Ну и, конечно же, лучшим актером в драматическом фильме стал Хоакин Феникс. Что же касается образов, тут все не очень радостно. Многие критики отметили эту премию как самую не стильную. В рейтинг худших образов попало платье Дженнифер Лопес. Несмотря на то, что это платье авторства креативного директора Дома Валентина Пьер Паоло Печоли, его все равно обозвали подарочной упаковкой. Не меньше критики обрушилась на Скарлетт Йоханссон. Она вышла в платье от Вера Вонг, насыщенного красного цвета с глубоким декольте и огромным бантом. Фанаты актрисы были ужасно недовольны многочисленными складками на платье. Но лично нас такими мелочами не спугнешь. Необычный выбор сделала и Тейлор Свифт. Она появилась на дорожке в длинном пышном платье с открытой спиной и огромным цветочным принтом. Мнения критиков разделились, но опять же мы одобряем. И вот спустя неделю весь Голливуд собрался снова, чтобы отметить лучших на телевидении и в кино на 25-й ежегодной премии Critics' Choice. Хакин Феникс и здесь получил награду за лучшую мужскую роль. Сэм Мэндон снова победил в борьбе за звание лучшего режиссера. А однажды в Голливуде была названа лучшей картиной. Пожалуй, это главные претенденты на получение Оскара, ведь многих победителей этого вечера часто ждет триумф и на главные киноцеремонии года. Об этом мы узнаем чуть позже, а пока посмотрим на лучшие образы ковровой дорожки. Дженнифер Лопес на этот раз отказалась от экспериментов и объемных силуэтов. Она появилась на дорожке в нюдовом облегающем платье от Джордж Хабейко. Самой яркой и эффектной в этот вечер была Зиндая. Она блистала в малиновом скульптурном топе Том Форд, который полностью повторял изгибы ее тела. Актриса не побоялась и экспериментов с прической, сделав множество длинных тонких косичек. Критики назвали ее женщиной-рыцарем. Не менее ярким стал выход Энн Хэтуэй. Месяц назад она стала мамой во второй раз, но это не помешало ей посетить церемонию и блистательно на ней выглядеть. Выйти на красную дорожку актриса решила в сверкающем платье Версачи с глубоким декольте, которое было обыграно на манер див золотого века Голливуда. Звездными образами вдохновились, теперь пора и самим учиться одеваться актуально. Мы вам в этом поможем. У нас как раз готова подборка трендов для нового теплого сезона. Наступил Новый год и вместе с этим время для главного обновления гардероба. Как мы говорили пару месяцев назад, главный цвет 2020 года – классический синий. Звучит не очень захватывающе, но выглядит отлично. И подходит практически всем. Поэтому очень советую. Если ваша внутренняя хулиганка не сможет подобрать ничего экстравагантного из синего, то выбирайте что-то, что подойдет наверняка – полностью прозрачную одежду. Сверху или снизу – неважно. Главное – изобразить на лице непосредственность и непоколебимость. Да, кстати, если вы решили совсем изменить впечатление о себе, то можете просто надевать элементы нижнего белья вместо верхней одежды. Если в душе вы принцесса, то выбирайте оборки или кружево. Теперь в него можно облачиться с головы до ног. И, кстати, помните джинсовые мини-юбки, про которые мы рассказывали в прошлом году? Забудьте, больше не актуально. Теперь носите точно такие же, только длинные и с перламутровыми пуговицами. Если вам очень нравится деним, то в него тоже можно одеться полностью. Одного оттенка или разного не столь важно. Ну и, наконец, поло. Сколько различных комбинаций вы можете назвать с тенниской? Продолжайте. Это довольно увлекательная игра, и вы будете удивлены тем, сколько нового вы можете придумать. Заканчиваются идеи? Взгляните на подиум на нашем телеканале. Как вариант. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!